Айза Казимов, робот L-76 попадает не туда. Джонатан Нуэлл распахнул дверь на которой было написано управляющий, и задыхаясь произнес, взгляните шеф, они получили только 5 роботов, а мы выслали 6, не хватает L-76. Тучный управляющий топ унесся за дверь как будто на хорошо смазанных колесах. А 5 часов спустя, когда был обыскан и перевернут вверх дном весь завод от сборочной до вакуумных камер. Управляющий топ разослал срочную телеграмму по всем направлениям. Пропал робот L-76. Разыскать не теряя ни минуты. Точнее других определил ситуацию математик из исследовательского отдела. Робот спроектирован для строительных работ с автоматической станцией Дезинта на Луне. Его мозг рассчитан на лунные и только лунные условия. На земле он подвергнется миллиону раздражителей, которым совершенно не подготовлен. Предсказать его реакцию невозможно. И действительно, L-76 был в полной растерянности. Это началось в тот момент, когда он оказался в незнакомой обстановке. А как это произошло, он уже не знал. Все перепуталось в его позитронном мозгу. Под ногами было что-то зеленое. Небо, которое должно быть черным, оказалось голубым. Но где же пыльная похожая на пемзу лунная порода, где же огромные скалистые кольца кратеров? Он пересек поток воды. Вода была голубая, холодная и мокрая. А люди, которые время от времени попадались ему на пути, были без скафандров, хотя им полагалось быть в скафандрах. Увидев его, они кричали что-то и убегали. Один из них навел на него ружье, пуля просвистела над самой головой, и тоже бросился бежать. Робот не имел ни малейшего представления, сколько времени он так бродил, пока не наткнулся на хижину Рэндальфа Пэйна. Сам Рэндальф Пэйн с отверткой в одной руке и трубкой в другой сидел в дверях, зажав между коленями изувеченные останки пылесоса. И вдруг глаза Пэйна полезли на лоб. Он попытался было встать, чтобы пуститься на утек, но ноги его не послушались. Л-76 присел рядом с ним на корточке и спросил, послушайте, почему все от меня убегают, они даже выстрелили в меня, и почему все вообще не так, как должно быть. Где кратер Коперника, где лунная станция номер 17, а где мой Дезинта, я хочу приняться за работу, очень хочу, я уже наверное отстал от графика, и начальник участка совсем взбесится. Пэйн медленно собрался с мыслями. Этот металлический гигант звериного вида разговаривает весьма кротко. Вроде я где-то слышал, что устройство мозга не позволяет роботам причинять вред человеку. Пэйн даже решился заговорить с роботом. Послушай, как тебя зовут? Мой номер L-76. Так вот, если тебе нужна лунная станция номер 17, то она на Луне, а это не Луна. И тут Пэйна осенила, конечно же, все ясно как день. Это тот самый робот, которого разыскивают, который построен для Луны, но заблудился на Земле. А что если задержать робота здесь, пока я не свяжусь с заводом? Ведь роботы стоят огромных денег, не менее 50 тысяч долларов. Какое же можно получить вознаграждение? Л, мы с тобой друзья. Давай лапу. Значит ли это, что вы скажете мне, как попасть на лунную станцию номер 17? Твой начальник приказал задержать тебя здесь. Но я должен приняться за работу, я не должен отставать от графика. Мне нужен Дезинта, и нужен сейчас же. Я лучше пойду его поищу. Послушай, ты должен остаться. Тут в мозгу робота что-то щелкнуло. Вот что. Я могу построить Дезинта прямо здесь. Робот заглянул в хижину Пейна, окинул взглядом железный хлам, которым она была завалена, и принялся за работу. А два часа спустя почти одновременно произошли два события. Во-первых, управляющему ТОБу позвонил некий Рэндольф Пейн и сообщил, где находится робот Л-76. Во-вторых, некий Купер, подойдя к хижине Пейна, был потрясен, увидев Л-76 за работой. Обратно Купер летел с такой скоростью, что любой тренер легкоатлетической команды, увидев его только широко раскрыл бы глаза. Не снижая скорости, Купер ворвался в кабинет шерифа и остановился только налетев на стенку. Чудовище, 7 футов росту, раскидало всю хижину. Бедный Рэнни Пейн, весь в крови изувечен до неузнаваемости. Шериф затянул потуже пояс и сказал, это тот самый механический человек, который удрал с завода в Питерсборо. Нужно вооружить людей и выступать. А Рэндольф Пейн ничего не знал о постигших его тяжелых увечьях и ужасной смерти. Он с удовольствием наблюдал за работой Элла. Робот из всего ржавого хлама соорудил нечто ужасное. Послушай, Элл, что это такое, это дезинта, усовершенствованная модель. А работать она будет. А как же иначе? Мне нужна еще только одна деталь. Есть у вас фонари, надержи. Робот отвинтил крышку фонарика и снова принялся за работу. Все готово. Начинать? Валяй, я в тебя верю. Но на всякий случай Пейн спрятался за самое толстое дерево. Шериф Сондерс передал по цепи, стрелять по моему приказу. Бравые же фермеры стягивали кольцо вокруг хижины Пейна. Они подошли к самой поляне, и Сондерс выглянул из-за дерева. Он увидел следующее. Какой-то громадный механический человек склонился над каким-то корявым устройством неясного происхождения и еще более неясного назначения. Шериф выступил вперед и поднял ручной пулемет. В тот самый момент, когда он раскрыл рот, чтобы дать сигнал открыть огонь, металлические пальцы робота нажали кнопку. Дезинта сработал. И в ту же минуту 75 деревьев, два сеновала, трех коров и верхние три четверти холма утиный клюв как будто сдуло ветром. Что касается шерифа и фермеров, то они мчались от хижины со скоростью метеоров. От участников облавы не осталось и следа. А что стало с Пейном? Тот же самый импульс, который разогнал облаву, поднял его на верхушку дерева. Пейн хрипло завопил, эй ты, робот, разбей эту штуку, слышишь, и забудь все, что произошло. Он не думал, что от его приказа будет какой-то толк, просто ему надо было высказаться. Но он не знал, что робот всегда выполняет приказания человека. Именно поэтому L76 принялся спокойно превращать Дезинта в груду лома. В тот самый момент, когда он дотаптывал последний кубический дюйм машины, на поляне появился управляющий топ со своей командой. А Рэндольф Пейн кубарем свалился с дерева и во все лопатки пустился на утек в неизвестном направлении. Ни о каком вознаграждении он, конечно, уже не помышлял. Вот и вся история робота L76. Нам осталось только рассказать о том, что удалось выяснить инженеру, робототехнику, который тщательно изучил обломки Дезинта. На Луне Дезинта жрали энергию, как электрические свиньи, и начинали работать не раньше, чем напряжение доходило до миллиона вольт. Здесь же единственным источником питания оказались батарейки от карманного фонаря. К сожалению, от робота L76 ничего не удалось узнать, ему было приказано обо всем забыть, и он забыл. Спасибо за внимание, ждите новые истории, до встречи.